Я 50 лет в нефтегазе. Ни одна система просто этого не выдержала. Было бы полным разгильдяйством. Это немыслимо. Такого вообще, наверное, в истории никогда не было. Мы провели очень хорошую реформу. И как удалось... Их очень много. Эти компании на уровне мировых стандартов. А они попытались это сделать? Из мирового баланса вычеркнуть невозможно. Все, что могли, сделали, да? Вот-вот-вот, это еще не дно. Лучше быстрее на дно опуститься. Это, конечно, главный вызов России. Очень серьезные планы в этом отношении строя. Там до 100 миллионов тонн. Ямал, Гдан, Таймыр. Вы были человеком, который руководил всей нефтегазовой отраслью нашей страны. Надрыва нет. Должна быть такая целенаправленность. Российский нефтегазовый комплекс последние полтора года испытывает просто беспрецедентное давление, начиная от отказа покупать наши углеводороды, заканчивая подрывом северных потоков. Такого вообще, наверное, в истории никогда не было. Обывателю может показаться, что ни одна система просто этого не выдержит. Тем не менее, вы достаточно уверенно на одном из мероприятий, посвященном нефтегазовой отрасли, сказали, что отрасль выжила и очень крепко стоит на нагреве. На чем основывается ваша уверенность в этом вопросе? Я 50 лет в нефтегазе на том опыте, который я имею. Поэтому этот опыт в ней говорит уверенно, что было бы полным разгильдяйством, если бы мы, имея такой топливо-анаркетический комплекс, да еще бы не выжили. Это немыслимо. Второе, давление, конечно, беспрецедентное. В вашей фразе звучит, что, ну, там, от взрывов, кстати, от взрывов и далее, что такого никогда не было. Да, при Советском Союзе такого бы не было точно. Потому что за взрывы надо было бы тогда жестоко отвечать. Теперь про нефтегаз и угольную промышленность и электроэнергетику. В начале 90-х, там, в 90-е со всеми перегибами мы провели очень хорошую реформу. Вот если бы другие отрасли от станкостроения, авиационной промышленности проводили похожим образом, то страна была бы другой. Так вот, проведенные реформы, а затем двухтысячные укрепления, мы к 22-му году подошли с отличным, не просто хорошим, а с отличным топливо-анаркетическим комплексом. Всем. От угля, который был в загоне, до нефти и газа, которые не были в загоне, но все равно. Вертикально интегрированные компании создали из шести министерств, то есть не позволили раздробить. Я всегда отбиваю реформу от приватизации, все мешает. Приватизация это не реформа, это политическое решение по раздаче собственности. Так вот, реформа реформой, а приватизация, противизация. Эти компании сейчас у нас все на уровне мировых стандартов, по всем показателям практически. По-разному можно судить, исходя из качества запасов, исходя там из времени, что да, слушай, нет, показатели чуть хуже, чуть лучше. В целом Российская Федерация имеет отличный комплекс. Да, испытания огромные. Все, что могли, сделали, да? Но, понимаете, как? Энергетический уже комплекс России, он инкорпорирован в мир. Вот взять и из мирового баланса вычеркнуть невозможно. Просто невозможно. А они попытались это сделать, получается? Это пошли перекосы. Это политические, конечно, решения, которые, значит, приняты. Но перекосы рынка сказались. По их мнению, они должны были нанести нам вред. И они нанесли вред. Но не настолько, насколько там, значит, даже в вашем вопросе звучит, что мы должны были или не должны были выдержать. Но на то и компании, на то и, значит, созданные мощности, на то и люди квалифицированные, которые очень достойно эти 22 и 23 год проработали. Очень достойно. Безусловно, что-то еще не решили. Что-то еще не знаем даже, как решить. Вернее, знаем, но не можем. Но в целом, безусловно, всего одна серьезнейшая проблема. Очень серьезный вызов, который так просто не решишь. Это газовая тематика как таковая. И родной Тюменской области большой, и в первую очередь нашего родного Ямала. Это, конечно, проблема. Вот уж действительно создавая, не создавая, она объективная. Более 100 миллиардов взяли и, значит, обрубили рынок. Это немыслимый удар, это сверхобъективная, острая проблема. Вот уж точно здесь даже семи пядей будь во лбу, сразу ее не решишь. Вот это главнейшее испытание для России, ну и тем более для нашей территории. Без российских углеводородов мир не выдержит. А вот если представить на секунду, что произойдет на мировом рынке нефти, газа и всего остального, если вдруг российских углеводородов... Ну, перекосы. Мировой рынок по нефти, он бы не выдержал. То есть цены бы подскочили, наверное... Ну, это самое простое, что ты сказал. Цены бы подскочили, значит, мировая экономика бы просела. Это же все связанные вещи. Финансовая система мировая завязана на, значит, на нефть и газ, в том числе, конечно. Те, кто думали удар нанести, нанесли, считали, что, значит, вот этот быстрый удар и тяжелая реакция быстрая, значит, принесет вред. Но, как бы, это невозможно. Не выживет по нефти. По углю, по газу. СПГ же, значит, впрямую не стали, значит, закрывать. СПГ вообще санкции не затронули. О чем мы разговариваем? Еще, еще раз вывод очень важный из всей этой истории. Значит, достаточно продуманно, жестоко действовали по санкциям. Но факт такой, все время взвешивали, так насколько полезно или вредно для тех, кто вводит эти санкции. Против российских нефтяников какие были самые основные, на ваш взгляд, болезненные и как удалось... Их очень много. Страшно много. Всегда надо выделять 2-3. Вот из большого количества проблем, которые возникли, не забывайте, делает не в нефти, а в газе. Финансовая система, общая экономическая ситуация. Ну, это же вот, ну, я вам сразу вот 25 пунктов напишу. Не стала Европа брать? Пустили через Азию, значит, через Тихий океан на другие рынки. Она стала же все равно брать? Откуда ты? Баланс-то мировой не изменился. Вот по газу они резко сократили потребление. В принципе, общее. Не только наши 100 миллиардов не стали брать, а в принципе, общее. Это вызов и для них, и для нас. 100 миллиардов. Все остальное очень болезненное, но решаемое. И в чем проблема-то? В перекосах рынка, в потерях нашей выручки чистой прибыли. Потому что, конечно, по схемам пошли более сложным. Конечно, страхование, суда, покупка новых, значит, и создание новых схем, и покупка новых танкеров. Но это затраты, затраты, безусловно, огромные. Поэтому это вызов, вызов. Можно ли сказать, что в наибольшей степени пострадало именно газовое направление, газовая отрасль? Учитывая то, что... Вот слово пострадало, наверное, не до конца верно отражает ситуацию. Вызов огромный для комплекса был. Огромный. Не надо преуменьшать. Но не надо преувеличивать. Потому что нефть, нефтепродукты были на балансе мировом. Они не исчезли и не исчезнут с мирового баланса. Не стала брать Европу, а стал брать, условно, Индия. Со скидками, со скидками. Там или другие рынки. Но нефть пошла, значит, условно арабская, с Индии пошла, значит, не на Индию, а на Европу. Это уже тонкости. Конечно, мы понесли большие затраты. И это сказалось на, назовем так, на чистой прибыли, которая вернулась в Россию. Что-то компенсировалось ценами, кстати. Потому что такое не могло пройти просто бесследно. По газу сложнее. Во-первых, единого газового рынка в мире все еще нет, как нефтяного и нефтепродуктов, и угольного. Его нет, он все еще локальный. И, конечно, СПГ привнесло и создается через СПГ мировой газовый рынок. Но он только создается. И, конечно, прямой ущерб, когда свыше 100 миллиардов, заявили и прекратили, но не в один день, но получать, значит, Европа, с которой мы связаны прямыми транспортными артериями. Но это, конечно, главный вызов России в ТЭКе. Потому что просто так рынок на 100 миллиардов в мире не найдешь. Это нанесло ущерб Европе, безусловно. Это сократило она общее потребление, общее, даже не наше. Сократило. Это сказалось на их экономике, сказалось. Но я всегда говорил, что не надо за них думать, что им будет трагедия. Вот давайте о себе думать. Вы человек, который столько лет в отрасли работали. Как вы считаете, что, какое правильное направление, чтобы из этой ситуации вы не слышали? Во-первых, так или иначе направление уже реализуется. Многое делалось, и особенно сейчас делается. Но 100 миллиардов ты просто так, что ни делай, в один день не реализуешь. Это надо понять по определению. И не мечтать. Вот самое плохое, это если долго еще мечтаешь, что оно вот-вот-вот-вот еще не дно. Лучше быстрее на дно опуститься. Вот лучше понимать так, что эта проблема тяжело решаемая, и не за пять лет, а за большее количество лет. То есть надо понимать всем, что эта программа на десятилетку минимум. Что делается и что надо усиливать делается? Это внутреннее потребление, удобрение, газохимия, в которой мы отставали, и вот тут мы точно были неправы. Газонефтехимия, полимеры, все до кучи, до бытового, до мелких предприятий, когда вы втроем собрались и рядом с большим заводом взяли и сказали, слушай, а мы будем вот тут пластик гнать. И делайте свое, я не знаю, кооператив. То есть вот это внутренний рынок, газификация, газомоторное топливо, удобрение, газохимия и там еще 25 пунктов. Вот это главное. Что на внешних рынках? У нас 15 миллиардов в том году Китай взял. Я могу ошибиться немного. В этом году там 22, а труба на 38. При определенных возможностях она может дать спокойно 40 за счет повышения мощности, давления и так далее. Есть куда расти? Контракты есть, труба есть. 10 миллиардов восточных называется. И таким образом мощности только сегодня уже 38 и 10, 48, то есть округлим 50. Мы 22 только еще дадим в этом году. Ну может быть 23. Есть расти куда? Мы должны были найти мощности и выйти в 25. Давай выйдем в 24. Ну хорошо, давай выйдем в 25. Вот уже 50 миллиардов. И не надо сейчас стесняться этими сотнями. Не-не, все, гигантомания должна уйти. Очень большой, хороший, положительный пример, просто потрясающий, это вот то, что Казахстан, Узбекистан, вот проекты октября. Ближние зарубежья, Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Казахстан, естественные наши партнеры, безусловно, с взаимной выгодой. На которые мы можем еще с их же выгодой, но и с нашей размещать, перерабатывать, делать реэкспорт. И не надо этого стесняться, говорить даже. И вот тебе 1, 2, 3, 5, 10 миллиардов, 15. Вот это самое живое, что кстати уже делается. Потому что отличный шаг Узбекистан, транзит Казахстана, это только первый. Их надо с каждой стороной наработать, не одну. Это внешнее. Ну, турецкий хаб, это больше логистическо-виртуальный, поэтому тремя руками за. Но это пока не трубы и пока не дополнительный, газ уж такой прямой, понимаешь. Европа, Европа, никуда не денешься. Я считал и считаю, что меньше 25 миллиардов она получать, потреблять не будет, меньше. А дальше, вот как экономика ее, как ее оздоровление, как политические отношения. Ну, скажем здесь, посмотрим, ничего я другого здесь не добавлю. Поэтому внутренний рынок, ближнее зарубежье, ну и Европа с позиции так, модели поведения, значит, тут трудно сказать. И даже обольщаться не стоит, лучше, повторяю, опустившись на дно, считать, что каждый миллиард, который сейчас используем в дело, это уже хорошо. И СПГ. Сжиженный природный газ, правительство с очень серьезной планы в этом отношении строит, там до 100 миллионов тонн. Что сейчас происходит вот на этом рынке? У нас становится больше предприятий, которые могут производить сжиженный природный газ. Потенциально мы имеем уже хорошие заделы, если брать в целом в газе. У нас хорошо, что у нас начали и производят Лукоил, Роснефть, Новотек, Газпром. Это отлично, что уже не одна структура. Это уже отлично. Надо, чтобы производством газа занимались еще, ну в данном случае Иркутская, например, компания, и еще другие компании. Это первое, потому что это база. Вроде бы 100 миллиардов надо разместить, а я призываю все равно спектр, потому что лучше, если этим будут заниматься по нашей географии многие компании. Потому что от Чукотки до Калининграда наша география заставляет всегда мне говорить, что это надо учитывать и надо локально внутри наших больших территорий этим заниматься. Это первое. Второе СПГ каждый уже планирует, и Газпром в том числе, и Роснефть, но в лидерах Новотек. Раз в лидерах Новотек помогаем, благословляем, и то, что он делает, молодец. Вот она, динамика, опережение ситуации и нахождение выхода из положения, когда вот заблокировали поставки там оборудования. Вышли-вышли. Вот этот, то, что называем завод заводов, это очень хороший пример. В Мурманске так, кто не знает. Завод, который производит заводы для производства использования, телезрители многие не знают. Это что, новая выдумка? Да нет. В Тюменской области когда-то, когда тысячи километров были не освоены, не было ни одного километра асфальтовых дорог, над что пошли? СИП-комплект МОТАЖ сделали. И в Тюмени производили блоки, баржи, и гнали вплоть до Ямала. Поэтому это не есть что-то. Молодцы, что в сжатое время уже это сделали. На такой динамике 100 миллионов, то, что озвучено правительством, руководством страны, выполнимо. Хочу все-таки акцентировать внимание на этом моменте. Смотрел кадры вот этого завода, заводов, это огромная просто конструкция, которую по всем морпути доставили до Гданского полуострова. Скажите, вот это все наши российские люди придумали, инженеры? Точно так же, как когда-то я привел пример исторический. Да, начало 70-х, но для начала 70-х они, ой, как нам сделали шаг. Так и здесь. Мы, мобилизационная нация, мы можем им и делали великие дела. Правильно поставленная цель, правильное определение на кого, кто может это сделать. И все, и успех обеспечен. Мы вообще-то и в космос первые полетели. Поэтому, значит, надо точнее ставить задачу и определять кто. У нас хватает проблем. Из проблем это газовая тема, которая не тема Газпрома. Это газовая тема, газовая политика правительства и России. Потому что ее нужно срочно переосмыслить. Поэтому никто, я уверен, не сидит и не ждет, и по той информации, которую я имею. Президент России поставил очень серьезную задачу нарастить грузоперевозки, посев морпути. И процесс идет уже, говорят, несколько раз рекорды побили Советского Союза. Ресурсная база в большинстве своем – это углеводороды. Как вы считаете, за счет чего можно загрузить по полной программе? Конечно, сама задача была поставлена и правильно сделана. И гляди, какие большие вливания в ледокольный флот, во все дела, сделаны страной. То есть это уже комплекс. То есть это не просто ведь задача, она уже в комплексе решается. И если в Советском Союзе максимум мы там 7 миллионов тонн переваривали, и то еще непонятно как, чего вместе взят. То сегодня уже там за 20. Задача стоит на десятки больше, там 80, в ближайшие годы 100 и так далее. И там 200. Это в перспективе возможно-возможно. Но давайте мы с вами, видишь, нефтегазовая территория, мы сразу около нефтегаза. Это главное-главное. Это первое-первыхое. Оно окупает? Оно главным образом окупает. Но все-таки, когда мы говорим про Севморпуть, мы должны говорить про все-таки освоение Арктики. И это говорится. Но только давай говорить не про Севморпуть и Перевалку, а про Арктику и ее развитие. У нас три великих реки. Обь, Енисей, Лена. Конечно, как мы только говорим про Севморпуть и освоение Арктики, то это заход, заход, заход. И освоение средней полосы промышленного комплекса. Ну, хорошо, сегодня это Иркутск, Якутия, Красноярск, Новосибирск, Томск, кстати. Омск. Завтра это чуть выше надо поднимать. Промышленное освоение. Вот это огромный пласт, который все еще толком не описан, не спланирован. Поэтому, когда для меня говорится освоение Севморпути, то я сразу понимаю для себя лично, что, да, в первую очередь нефть, газ, который, я повторяю, окупают и дают объем. Но это параллельная вещь освоения, в принципе, России, нашей географии и целенаправленное там размещение производства. С Мурманска. А почему, условно, не с Енисея? То есть резонно. Но не такие грандиозные платформы. Не все же на таком грандиозном должно осваиваться. Поэтому ресурсная база, она еще требует подготовки. У нас Ямал, Гдан, Таймыр с вопросами. А дальше до Чукотки. У нас еще там непаханное поле разведки, 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 открытие, открытие. И не надо только, вот третья позиция нефтегаза, полиметаллы, алмазы, редкоземельные, все уже даже открытые есть. Вчера они не считались экономически. Как только ты начинаешь смотреть перспективу освоения, они будут считаться. Ну и, конечно, надо кого-то привлекать и с кем-то делиться. Потому что у нас в России за 50 лет мы освоим. А если мы хотим быстрее, то нужны большие деньги. Внешние, нужны внешние партнеры. Сегодня в разговоре мы неоднократно говорили о том, что российские инженеры, российские изобретатели многое могут. Вы можете какие-то примеры привести? Даже в родной Тюмени на выставку приди и посмотри, которая делается в сентябре, и ты увидишь, что такое за новые технологии. А Башкирия в Уфе в мае, как правило, делает выставку вместе с Союзами всех запромышленников. А Татарстан в конце августа, начале сентября, ну там, пожалуйста, спектр ой-ой-ой какой. И душа радуется, понимаешь, того, что производится. Поэтому, я не знаю, это надо листочек целый. Да какой листочек? Это много листов, то, что уже делается. Я всегда в таких случаях говорю, что надо их действительно не в одном интервью, а поднимать это, показывать, людей показывать. И создавать условия. Все-таки у нас инвестиционные условия внутри России все еще, мягко говоря, неблагоприятные. Это, значит, задача органов власти, всех от региона, в первую очередь, кстати. Потому что регионы должны, даже если это не в их компетенции, но они должны видеть. Они должны поднимать и пробивать, как Татария, например, вопросы здесь, значит, на уровне правительства. Понимаешь, чем дело? Законодательная база, если надо менять. А задача из задач по части того, что мы называем импортозамещение, для меня это импортозамещение, я лично вижу, как узкий совершенно вопрос. Он накрывается, в моем понимании, другим. Когда-то мы создали вертикально интегрированные компании, они эффект получили. Мы сейчас на них базируемся. Они дали устойчивость. Они решили проблемы с государством, с правительством в координации. Примерно вот так сейчас нужно решать все, что касается сервиса. Сервис – это, в первую очередь, бурение и все, что с ним связано. То, что на этом Америка сделала свой эффект. Сланцевая несть, сланцевый газ. И в более чем в два раза увеличила за 10 лет добычу. За счет сервисных вещей, новых технологий. Сервис и дальше. Это и оборудование дальше, это и строительство, это и связь, и телекоммуникационные вещи. Это тоже сервис. Цифровизация – это тоже сервис. Так вот, пример Китая говорит о том, что они притянули из мира много чего. И в том числе высокотехнологичные эти вещи. Но всего 4% они зависят в высоких технологиях от зарубежных. Заметь, как они сумели сделать. А мы по некоторым позициям, например, роторные системы, почти на 100% зависим от западных технологий. По другим позициям на 50%. Поэтому, когда я об этом говорю, мне это, значит, вот это боль даже. Потому что это требует, так же как газовая тематика, координации на уровне правительства в реальном, почти каждодневном виде. Сказать, что ничего не делается, ну-то, вот по импортозамещению, ну это обмануть. Потому что я многое вижу и знаю, что делают компании, но такой яркий, например, последний образец – это «Газпромнефть», который вместе с Министерством энергетики и промышленности подписали большую программу. По-моему, по 18 или 19 позициям того, что будет создаваться российское. Как раз в высокотехнологичных вещах, в первую очередь связанных с тем, что я сейчас говорю. Но и этого недостаточно, безусловно. Каждая компания должна, и безусловно, в координации с госорганами. Потому что, знаешь, производить одно и то же каждому, зачем? Одни деньги, вторые лишние тратить. Значит, нужна координация. И в результате от вертикально интегрированных компаний мы должны перейти к производственно-энергетическим холдингам. Очень гибким и очень широким. Потому что все это все равно реализовать надо. Не чисто государство дало деньги, а государство дает и организует это через компании, которые уже есть. Их просто надо развивать и делать более гибкими, направленными не на монопольное жесткое структурирование, а на вплоть до трех человек, которые там будут жить кооперативами, лишь бы только все это развивалось и развивалось на концах. В начале 90-х годов вы были человеком, который руководил всей нефтегазовой отраслью нашей страны. Как вы считаете, в то время, если бы вот такое же давление, как сейчас на российский нефтегаз оказывается, произошло бы тогда, в 90-е годы, как бы система отреагировала? Смогла бы она выжить в то время? Я заступил там в январе 93-го. Это был уже развал. А мы даже до развала придумали и определились. И в 91-м подписали указ президента по Тюмени. Президент подписал всего по двум территориям серьезные указы. По Татарстану и по Тюмени. И тогда мы получили первый эффект, и были прописаны не до конца, но с Тюмени это началось. Вот эти вещи, которые потом вылились и в 91-м, и в 92-м, и тем более дальше, вертикальную интеграцию, не раздавать вплоть до трестов, как строительную отрасль убили. Дали возможность каждому тресту там приватизироваться и разбежаться. Или как убили Уралмаш. Китай, весь Китай завидовал Уралмашу. Не было в Китае Уралмаша в 90-м такого. Что сделали? На кооперативы распустили. При Советском Союзе в 88-м году были санкции американские газ трубы. Но мы в 83-м, или когда Уренгой-Памара-Ушгород запустили, назло всем и вся. И работали. Санкции тогда же были очень серьезные. Конечно. Поэтому устойчивость Советского Союза в том, что было создано, большая Советского Союза. К 88-м, 89-й и там 90-е. Это развал государства, развал экономики, развал структур, развал управления. Хорошо, что в это время штаб отрасли, люди сумели вродить и сформировать то, что я вам говорил. Вертикальную интеграцию, законы, порядок. И от угля, нефти, газа и до электроэнергетики сделать правильные, не идеальные, но правильные реформы. Не идеальные, потому что приватизация мешалась. Разобрать решили, понимаешь? Вот с этим был я радикально не согласен. Поэтому немыслимо было бы при Советском Союзе получить вот такое. И второе, это значит, выдержали бы. А сейчас вообще с такой базой, которую мы имеем, повторяю, грех не выдержать. Вы с оптимизмом смотрите будущее? Ну, во-первых, наше прошлое. И вот даже этих двух лет дает нормальный оптимизм. И я даже не понимаю, почему есть какой-то еще надрыв в вопросах, понимаешь, ваших. Надрыва нет. Должна быть такая целенаправленность.